Дорогие братья и сестры, салам алейкум. У нас с вами снова в эфире наш любимый Асхат Хазрат. Давно мы с вами не встречались. Как здоровье, Асхат Хазрат? Алхамдуллах. Дорогой Хазрат, мы обсуждаем план на текущий учебный год мусульманской семьи. Ваш институт Хазрат? Во-первых, хотелось бы начать со слов Всевышнего Аллаха, где Всевышний Аллах говорит Алмаль, имущество, банун, дети, это красота, это жизнь. Так как это красота, это жизнь, мы также отвечаем за это, за наше имущество и за наших детей. Мы в ответе, пока они не вырастут, пока они не созреют. Поэтому пророк Мухаммад сказал Каждый из вас в этой жизни пастух и отвечает за то, что доверен ему Аллах. После этого начал пророк Мухаммад объяснил и сказал, что ответственность То есть имам, имеется в виду президент или правитель, он отвечает за свой народ. Мужчина, он пастух своей семьи и отвечает за это, сказал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Во время Умара ибн Хаттабы была такая интересная история. Шейх Руслан, один из мужчин, пришел к Умар ибн Хаттабы и пожаловался, что его сын к нему плохо относится. И тогда Умар разозлился и говорит, пригласи его. Почему ты, говорит, плохо относишься к своему отцу? И тогда он сказал, я амир аль-му'минин. А рессе ли хаккуна аля луалид, вал валид луал хаккуна алейхи. Говорит, о правитель правоведных, так как у моего отца есть на меня право, у меня же тоже есть право на моего отца. Тогда он говорит, какие права мои по отношению к отцу? То есть, что обязан сделать отец для меня? На что он сказал Умар ибн Хаттаб, что он должен для тебя выбрать хорошую маму. Второе, для тебя выбрать хорошее имя. И чтобы твой отец тебя научил в Куране. На что он сказал, все три вещи мой отец не выполнил. Он женился за два диргама на какой-то девушке, которая была рабыня. После этого, когда я родился, он меня назвал джу'ай. Джу'ай, это переводится джу'ай сарабской, как таракан. Вот так меня называли. Я изучал Ибран и меня не обучил. Тогда Умар сказал у отцу, то есть не ты должен на него жаловаться, а твой сын на тебя жалуется. Это что дает нам понимание, шейх Руслан? Нам дает понимание то, что мы будем отвечать за то воспитание, которое мы давали своим детям. И самое лучшее воспитание, которое мы можем дать, и чему мы можем обучить своих детей. На сегодняшний день, субханаллах, дети, вот сейчас даже когда скайп настраивали, я не разбираюсь, как правильно делать, настраивали скайп, как инстаграм. Дети все знают, субханаллах, как инстаграм скачать. С сыном разговаривал, у него там 10 паролей каких-то, там еще что-то там, это субханаллах. А субханаллах задают вопрос, они очень хорошо, а знания, которые необходимы, как для мусульманина, к сожалению, хромают. Например, если ты, например, взял омовение, и после этого сделал месих на носки, потом снал носки, после этого нужно ли тебе заново брать омовение или нет? Мало кто знает. Или, например, сыночек, если ты прочитал, например, оказался в таком месте, где не знаешь, где находится Кыбля, и вдруг ты прочитал, а потом ты узнал, что Кыбла не в том, ты не прочитал ни в сторону Кыбла. Нужно ли тебе перечитывать намаз или нет? Мало кто знает. И эти знания меня дару рия из обязательных, необходимых знаний для каждого верующего, для каждого мусульмана. Поэтому мы должны приложить усилия, первое, что я хотел сказать, приложить усилия, дабы наши дети понимали свою религию, дабы они понимали элементарные вот эти вот знания, которые, базовые знания шариата, которые поможут правильно жить в этой жизни, облегчить их жизнь. Дорогой хозяев, а как, когда это успевать? Вот у нас сейчас родители гонятся за тем, чтобы вложить в детей как можно больше знаний, их и ментальная арифметика, у них там еще какие-то занятия дополнительные, у кого-то там, я не знаю, живопись, чтобы ребенка подготовить, к дизайнерскому там, у кого-то там спорта много. Родители стараются сейчас в детей впихнуть все то, что сами не смогли получить. Ну, потому что жили, может быть, бедно, или время было такое, там, 90-е годы, не до этого было. Сейчас детей впихивают все-все-все-все настолько, что у ребенка не остается времени дышать. Когда ему давать религиозные знания? И в каком именно времени начало? Вот вчера как раз мы разговаривали на эту тему с шейхом Абу-Анадзимом, с потомком, про руку Мухаммазу Аллаху. Рука, я читаю, он из Ирдании. И мы с ним разговаривали. Я говорю, шейх, я говорю, я, если честно, вот сейчас вот многие родители заставляют своих детей силу, то есть у него целый, например, приведем пример, уезжает утро в школу, в школе ребенок возвращается, опять давай, там, занимайся домашним заданием, потом у него дополнительный. Он становится как робот, постоянно в учебе, 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 и в какой-то момент видишь, что у ребенка психику уже не выдерживает, сил уже не остается. Я не могу так, я хочу поиграть с детьми, я хочу в футбол пойти поиграть, я хочу там в бассейн сходить поплавать, хочу спортом заняться, я хочу там, ну, в компьютер что-то там посмотреть, там мультик посмотреть, поэтому я говорю, мы с ним когда общались вчера, я говорю, и сошлись во мнении, то, что нужно не заставлять детей, а нужно приучить их, чтобы они полюбили это. Как такое хозерное? Вот теперь как. Он тоже пример рассказал, говорит, когда мы были детьми, в Иордане играли в футбол, и, говорит, когда было время Азена, иногда родители за нами следили, чтобы мы пошли в мечеть молиться. Мы иногда не заходили в мечеть. Моих друзей ругали, били за это, а меня отец не ругал, не бил, но просто не разговаривал со мной. И дал мне понять, чтобы этим своим поведением со мной, отец дал понять, чтобы, то есть если я вдруг не пойму в мечеть, папа со мной не будет разговаривать, ему это не понравится. Значит, я не хочу, чтобы так было. Тем самым я уже начал посещать мечеть до тех пор, пока я не полюбил мечеть. А те дети, когда их отец их ругал и так далее, отворачивались, они ругали своего отца. Да он, что он знает там, старик, сколько детей есть, которые знают, желают, чтобы их родители, до того они их уже как бы жестко вот так вот держат, они уже не хотят видеться за родителями, они боятся своих родителей, но они не любят так своих родителей. И не хотят встречаться с своими родителями. А есть, например, другая категория детей, которые, аль-хамбулля, они, может быть, не боятся своих родителей, но они уважают. Поэтому надо им, именно как сказал православный, обращайтесь к людям по их разуму. И нужно постараться так, чтобы они полюбили. Например, время молитвы. Продолжим пример. Время намаза. Ты хочешь, чтобы твой сын с тобой помолился. И вот здесь вот Аллах смотрит на тебя, и ты уже тоже смотришь, как правильно подойти к своему ребенку. Есть категория людей, которые ругают своих детей. Быстро давай намаз. Ты что там не встаешь на намаз? Быстро все уже омовение взяли. Что ты опаздываешь? В затыльник дает и так далее. Сын этот еле-еле это все в себе терпит. Салям дает и уходит. И не хочет до следующего намаза ждать. А я к тебе, который говорит, сыночек, как я тебя люблю. Аль-Хамду-Лля. Как мы, видишь, как мы с тобой друзья, отец сына в этой жизни. Машаллах. Я хочу с тобой в раю тоже быть, сынок мой. Но знаешь, без намаза, без намаза в раю не надо попасть. Пророк, саламу, алей-салям, сказал, ключ к раю это намаз. Представляешь, если вдруг я попаду в раю, ты не попадешь из намаза. Мы с тобой разлучимся, сынок. Давай в раю тоже вместе будем. Вот такими, какими-то стараться вот так вот прививать их к молитве, инща Аллах. Я знаю, что ты хочешь играть в компьютер, знаю, что хочешь поиграть. Время намаза. Сейчас время Кур'ана. Давай Кур'ан поучим с тобой. Это нам принесет пользу, чтобы мы с тобой были счастливыми вместе в раю и так далее. То есть нужно, и нужно сдавать 70 процентов примерно масяха. То есть, скажем, вот 70 процентов примерно это нужно уделять, так скажем, своих нервов, для того, чтобы понимать, что ребенок, он может ошибаться. То, что ребенок, он может где-то совершить ошибку. И все мы совершали ошибки, все мы ошибались. Но когда родители за это ругают, когда родители жестко это делают, то в этот момент человек бывает такой, у него переходный возраст, он еще больше хочет делать так, чтобы противоречить своему родителю. Наоборот. Наоборот. И не призывать их, нет, мы, ну, рад и Богу, за ними следим, призываем, мягко призываем как-то с кем-то в игровой форме. И каждому ребенку свой менталитет. Дорогой Хазар, хотел привести два примера, два таких вот примечания. Первое, вот о той жесткости, с которой родители загоняют детей в религию. У меня был такой случай, когда я учился, со мной жил студент, он из Дагестана, родом, и он говорит, мы в Петербурге учились вместе, в общежитии жили, он говорит, когда я жил в селе, меня загоняли, говорит, в религию, на намаз ставили, там очень жестко, ругали меня, и мне, говорит, ислам представлялся чем-то таким мрачным, тяжелым, агрессивным, везде колючая проволока, туда нельзя, сюда нельзя. Обязательно нужно ставить, достаточно такое тяжелое было, у меня как-то воспоминание, о том, как меня воспитывали в ислам. Но когда мы приехали в Питер, у нас в общаге жили арабы. Арабы, студенты, которые учились с нами в университете, и та мягкость, в которой они разговаривали с нами, та мудрость, проницательность, с которой они с нами общались, как они раскрывали наше сердце, какие они примеры приводили, мы, жесткие регистрации, мы начали раскрываться навстречу исламу. И этот брат, который говорил о тяжелых воспоминаниях из детства, как его заставляли, там ругали, вплоть, даже били там иногда, он говорит, я только сейчас, мое сердце начинает раскрываться и понимать всю красоту исламу. Мы до конца даже не понимаем, как наша грубость, жесткость отражается на детях. Это первое. И второе, вы знаете, вот между родителями существует какая-то соревновательность. Вот у моего соседа сын стал чемпионом по вольной борьбе или там подзюдо, мой тоже должен стать. Он не спрашивает, вот мы же понимаем, что у каждого ребенка свои данные. Кто-то кому-то дано здоровье, чтобы в спорте реализоваться, кому-то дано больше интеллектуальной способности, кто-то более усидчивый, кто-то менее усидчивый, кто-то капризный, кто-то такой. Дети же, они очень-очень хрупкие. И пытаясь устроить это соревнование с соседом, соревноваться с ним в детях, вот твой чемпион, мой тоже должен стать чемпионом. У того сын стал Хафизом, мой тоже должен стать Хафизом. И ломая ему зрение, ломая его характер, заставляет его тоже учить, 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 чтобы сравниться, допустим, со своим соседом. В то время как я очень сильно призвал до каждого отца и мать в первую очередь узнать своего ребенка, узнать то, к чему он склонен. Если он реально, у него есть физические данные, развивайте их. Делайте медставку. Если у него математические склонности, ставьте ему, в пример, мусульманских ученых, математиков великих, развивайте его в этом направлении. Если у ребенка тяга, вот у меня сын тянется, ему 14 лет, ему вот из всего, что я ему даю, ему интересна история религии. Во-первых, ему интересна история ислама, пророческие истории и сравнение ислама с тем, как в христианстве подаются эти истории, в иудаизме подаются. Он просто испытывает огромный восторг от того, когда он какую-то деталь новую узнает. И, допустим, да, он ходит на Куран, но он не делает больших успехов в Хирсе. Зато у него история религии, он везде ходит, людям рассказывает. У него раскрывается, скажем, я не знаю, склонность к проповеди, но не к изучению Курана наизусть. Он там какое-то количество процентов джуза выучивает наизусть, дальше у него уже идет торможение. Вот так вот, наблюдая за своими детьми, пытаясь понять, к чему они более склонны, на мой взгляд, родители должны в первую очередь не весь объем знаний дать об исламе, вот обязательно впихнуть ребёнка, а привить любовь. Любовь, чтобы он в окружении мусульман, в исламском таком окружении, чтобы он испытывал восторг, чтобы он чувствовал себя частью этого большого мира, чтобы им восхищались, удивлялись, вот ты уже столько выучил, у тебя Аллах Всевышний тебе даёт, когда ребёнок полюбит это, стремление к ещё большему получению знаний, даже если Аллах заберёт родителей, даже если Аллах даст тяжёлое испытание, этот ребёнок не дай Аллах, рано войдёт в возрослую жизнь, уедет учиться, к примеру, или отец уедет на заработки, даже если он попадёт под тяжёлое испытание, допустим, большого города, соблазна, вот та любовь, привитая к исламу, она прорастёт. Аллах и Аллах прорастёт, Аллах Всевышний не оставит его. Самое главное научить ребёнка стремиться к Всевышнему, дать ему понимание, что Всевышний его всегда защитит, Всевышний всегда ему поможет, и что вот здесь находится спасительный, живительный источник истины и защитный у Господа, где он может всегда в этой жизни найти спасение. И ребёнок сам уже, входя во взрослую жизнь, он будет стремиться к тому, чтобы увеличить свои знания. Может быть, я не прав, дорогой фазар. Вы говорите, правильно заметили именно вот эту тонкость, нужно вот именно направлять, смотреть, к чему он склонен и к этому направлять. Например, не все могут быть хафизом Кур'ана, не все могут быть муфасиарами, и смотреть, что ему больше нравится, и поэтому куда его подтолкнуть. Например, если посмотреть на у нас, и вот именно подача, именно как должна быть подача, она должна быть так, чтобы он полюбил, вот я даже, когда в Сауде учились, мы в университете короля Сауды, были шейхи строгие такие, а был шейх, который приходил, давайте за партой не будем, на пол ковер стелил, кофе всем раздавал, разговаривали, вот так вот там проводил, как это прекрасно, или, ваше, как мы больше всего от него фейду получили, больше всего пользу от этого, мы его полюбили, его знания полюбили, аль-хамдалю, он не показывал себя выше, он говорит, да, я ваш преподаватель, но мы все одинаковые, мы братья, давайте общаться, давайте, там, выучил что-то, не выучил, повтори, то есть вот так вот он, аль-хамдалю, легко это все нам давал эти знания, также в Коран, когда мы преподавали, в Коран были, когда практику при университете Короля Сауда в школах, обычно саудийцы приходили палками, то есть ты, например, там не выучил, палкой бьет тебя, и дети не хотели учить Коран, а мы иностранцы, когда ходили, преподавали, мне палку тоже, директор дал в школе, я говорю, уберите палку, говорю, давайте так, иншалла будем, я там конфетки кому-то подарил, там такие, такие, носил, аль-хамдалю, у нас класс, машаллах, все на отличный сдали Коран, то есть полюбили Коран, то есть нужно постараться, не было ассоциации, там, с Кораном, что это бьют палкой, что ругают, показывают, а что была ассоциация, что за это подарят подарки, что это хорошо, что это тепло, дорогой Фазарат, хотел еще одно замечание, такое важное, проговорить, вот у нас, особенно на Кавказе, да, за нашу с вами беседу могут многие, как бы, сказать, прокомментировать, вот в прежние годы вот так жестко обучали, мы были настоящими мужами, а что сейчас, ну, сейчас огромное количество соблазнов, субханаллах, вы конкурируете за своего ребенка с огромным притягательным онлайн миром, это компьютерные игры, это Инстаграм, это ТикТок, это Телефон, я вижу огромное количество семей, где дети вот так просто, прилипнув к экрану, часами сидят, я говорю, я Аллах, родители, что вы делаете, это что за зульм над детьми, оторвите их от телефона, у многих родителей даже не получается, уже дети, это приложение к телефону, к компьютерным играм, плюс, сейчас огромное количество соблазнов вокруг нас, мы не живем в закрытом обществе, как раньше жили, там, в джаматах, в горных селах, там, или в татарских деревнях, они попадают в мир полный соблазна, и когда у них из детства остается воспоминание, что отец был груб с ними, а этот мир, он приглашает, он такой цветной, с цветными волосами, там, ночные клубы, кальяны, там, девочки улыбаются, самокаты, там, розовые шорты, и так далее, этот мир сегодня настолько полон соблазнов, настолько мы рискуем потерять своих детей, даже из мусульманских семей, я вижу, как уходят дети, в студенческом возрасте отцы и матери теряют своих детей, потому что их дети столкнулись с этим привлекательным миром, и вы посмотрите, какое огромное количество скандалов сейчас на Кавказе, с тем, что женщины убегают из семей, дочери убегают от своих отцов, попадают под влияние вот этих вот развращенных движений новых, которые кружат им голову, соблазняют, полная свобода, ты раскрываешься как хочешь, мы конкурируем вот с этим миром, и именно для этого мы должны быть очень чуткими с детьми, чтобы они в один момент не сорвались, не возненавидели своих родителей, не возненавидели, ислам, и наоборот привить в их сердце любовь, любовь и стремление оставаться вот в покорности Всевышнему. Субханаллах, Субханаллах. И последнее слово, дорогой хазар, у нас просто мы всегда, видите, мы столько говорим, 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 прям вот не хочется расставаться, но онлайн не все, кстати, выдерживают долгие-долгие беседы, смотреть, последние у нас где-то 7-8 минут, дорогой хазар, насчет плана семейных мероприятий на весь учебный год, вот что нужно обязательно распланировать родителям, чтобы там осенью, зимой, весной, к чему готовить детей, какие мероприятия и этапы запланировать. бисмилляхи и рахмана и рахмана и рахмана и рахмана и рахмана касательно лета, некоторые, вот я смотрю, загружают детей своих летом учебы и я считаю, Аллаху алим, может быть, я ошибаюсь, но я также советовался с другими шейхами, то, что лето должно оставаться для детей летом, они должны играть на улице, какие-то там в лагерь поехать и так далее. Нужно вот так вот, чтобы топьи летом полностью учить и так далее. Да, должно быть все время для обязательных знаний, для повторения Кур'ана, хадисов, то есть, чтобы не забывать какие-то основные, но не для того, чтобы грузить их, пускай отдохнут дети, они еще успеют вырастить, они еще успеют учиться и устать и так далее. Что касается осенью, вот с осенью нужно, аль-хаммедуле, уже обратно постепенно входить, не сразу постепенно входить, аль-хаммедуле, вот это вот, аль-хаммедуле, и после учебы обязательно нужно, должно быть также репетитор какой-то, иншаллах, если вы видите, если наш ребенок в каком-то, например, где-то он слаб, то он для этого именно предмета нужно взять, или хорошего репетитора, если это арабский язык, то я всегда советую, что для детей это должен быть носитель арабского языка, аль-хаммедуле, такие тоже есть, иншаллах, именно почему, чтобы он правильно произносил отношения у него быть правильным в арабском чьё team чтобы понять, он араб или не араб, они должны именно как араб разговаривать, именно произносить буквы так, как значительный язык, читать! Кур'ан так, как читают арабы, именно с таджвитом, с махариджа, должно быть произношение букв правильно, четко, аль-хаммедуле, пока не дети, иншаллах, если мы им заложим правильным произношением, то и дальше, аль-хаммедуле, у них уже будет тоже чтение, и так далее, все это будет легко для них и правильное звучание потому что даже к нам приходят люди которые хотят научить хотят хотят научиться читать куран они хотят хотя у них в этот момент спрашиваешь а вы же читаете куран вы же дочитаем мы хотим выучить когда таджуит имеет ввиду не просто это не нужно думать на арабском языке сравнивать это с английским языком также нужно выделить время обязательно для спорта проху мухаммад сказал обучайте своих детей конному спорту стрельба из лука плаванию здесь ученые говорят именно вот эти три вида спорта другие же ученые говорят то что любой вид спорт здесь не важность какой именно именно чтобы они были в каком-то фельдхараке то что постоянно есть спорт но если научить конный спорт там плавание альхамдуллах это основные вещи хорошо альхамдуллах и посмотреть то есть вы смотрите ваш ребенок куда больше направлен какую науку на историю значит на это больше акцент делать постараться ему взять там дополнительных так скажем профессионалов в игре если это куран то лучших часов курана найти если это там например скажем математика лучших математиков и так далее если это он в спорту больше то лучших вот этого спортивных тренеров и так далее что касается осенью каникулы то есть когда каникулы наступают также альхамдуллах пускай дети отдыхают альхамдуллах то есть в каникулы я считаю что не нужно загружать детей там учебы и так далее пускай каникулы для того чтобы отдыхали не просто так делают каникулы каникулы для того чтобы человек отдохнул и перезагрузился когда он отдохнет у него новый наплыв энергии нового наплыв миша лавой сил и он дальше будет лучше жить и лучше стараться также у нас зимой там я вот сейчас общаюсь с мусульманскими семьями и семьями не мусульманскими русскими я вижу насколько у нас зарабатывать деньги и их там складировать где-то заработал заработал там в дом вложил заработал заработал там машину заработал заработал еще и это не заканчивается это не останавливается это бесконечная гонка за тем чтобы достаток был на уровне как у соседей даже больше но я вижу русские семьи которые не так гонятся за материальным достатком они зарабатывают деньги и допустим путешествуют с детьми они едут в соседние области регионы кто там за урал кто-то на юг кто на север там новгородские земли архангельские тогда я к чему призываю вот любые каникулы дорогие родители покажите своим детям историю мусульманских земель хотя бы внутри россии если вы живете на кавказе повезите детей в соседней республике из дагестана в чечню из чечни в адыгей из там я не знаю из адыгей в татарстан из татарстана там сибирь покажите детям как история мусульман в россии и складывалась исторические земли дербент как принимали ислам булгар как принимали ислам казань какие мечети существуют я не знаю пензенская область которая меня поразила тем что мы вроде бы русская область или ульяновская область какое там огромное количество татарских деревень какое большое количество красивых мечетей это настолько меняет сознание ребенка когда он историю ислама до распространения ислама развитие может потрогать руками допустим приехать из москвы там среднюю юлизанию увидеть как живут твои сверстники как как они построили большое количество уходит это меняет сознание ребенка это оставляет воспоминания всю жизнь я знаю русские семьи которые тратят свободные деньги на то чтобы с детьми заниматься скаутингом то есть они там ходят в походы ставят палатки и так далее почему мусульмане папы не объединяется для того чтобы вместе вывозить детей допустим там на рыбалку вместе там уйти в поход двух-трех дневный с палатками там я не знаю опять-таки взять луки пусть даже самодельные маленькие детские луки и пойти на охоту там допустим он там пусть он постреляет немножко хотя бы в мишени там в лесу но это остается у детей на всю жизнь и плюс параллельно рассказывать 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 чтобы на вот такой активный вид отдыха у детей накладывалось его первичные знания об исламе у нас впереди каникулы осенние зимние каникулы когда можно съездить во все эти памятные места у нас впереди вон там весна уже приближение рамадан кстати как вы советуете подготовиться к рамадану заранее чтобы уже детей настроить поскольку он в этом году наступит чуть раньше я думаю ближе мне кажется за месяц где-то готовится где-то за две недели даже может быть так начало мы тогда вернемся уже примерно вот так вот знаете вот тонкая такая вот вот такая вещь есть на что хотел когда даже вчера мы общались и один человек спрашивает моему сыну 12 лет а сейчас начинается школа для него еще намаз не фарт читать будите его на утре намазать и здесь для нее еще для него еще не фарт если еще не фарт и сейчас тяжело например он просыпается там если будет просыпаться в 4 утра пол четвертого потом опять ляжет час не заснет еще потом проснется в 7 утра школу не выспанный пойдет как вот быть если он еще не достигла блюха делится тоже на две категории есть категории детей которые плачут если их не разбудишь на утренном и они говорят папу почему ты меня не разбудил почему ты меня я же тебя просил меня взять в мечеть почему ты меня оставил а есть другая категория когда ты будешь хочет там вставать это из одной из таких еще категорий не нужно пока его сейчас он не дарит если он из таких вот если он из такой категории которая так скажем плачет и хочет и сам вот это для него намаз вот как бы вот я даже смотрю на некоторых детей вот все игры у них связаны с исламом там давай поиграем хоп коврик поселих а вот и я имам ты муази например два брата играют им нравится они любят они душой полюбили а есть которые это не понимают но как бы это еще но надо надо папа сказал значит надо как бы ну и как бы это их побыстрее бы для него вставать ничего потом не полюбит это все поклонение нужно постараться так чтобы он полюбил и также в жизни и в спорте я думаю например вот я даже по своему сыновьям возьму у меня два сына три сына альхамдер вот сейчас когда их отдавал на конный спорт старший очень сильно любит он с лошадьми прям там чуть-чуть не целуется обнимает их и так далее а младшему это не нравится ему нравится больше борьба бокса и тогда вот такие вот две спорты и он как бы ходит как бы и он говорит папа я не хочу ходить на лошади Сулейману нравится мне не нравится мне нравится а Сулейману старшему я не хочу драться я хочу на лошади говорить мне больше вот это нравится я поэтому не надо обоих заставлять вот иди вот оба конном спорте и ты иконам занимается ты там борьбой занимается чтобы он любил чтобы он приходил с тренировки чтобы он приходил после учебы не так вот опять туда меня заставили а что вот алхамду ля чтобы он старался как вот мы его сейчас вот нас ждем намаз магрия да мы ждем этот намаз мы соскучились по аллаху соскучили поклониться закончим магрия мы будем скучать по Чтобы также наши дети скучали по спорту, по Курбану, по Курбану. Мы должны проявлять им любовь вот этого, иншаллах. И вот это вот, конечно, иншаллах, нужно стараться общаться с детьми. Правильно вы сказали, нужно спрашивать их мнение. Это обучает нас в Куран. Посмотрите на Куран, где Ибрахим, алейсалям, Аллах в Куране говорит. Когда Аллах приказал Ибрахиму, алейсалям, привезти жертву своего ребенка, Исмаиля, он не сразу взял его. Пойдем, я тебе приведу жертву. Он что сказал? О, сыночек. Выбрал самое лучшее имя, самое лучшее слово, дабы обратиться к своему сыну. О, мой сыночек. То есть, о, мой любимый. Я видел во сне то, что я тебе приношу жертву. Ты как на это смотришь? Хотя он знал, что он его должен, он бы не отказался от этого. Он хотел выполнить приказ Аллаха, но при всем этом он задал вопрос девятилетнему ребенку. Ты как на это смотришь? То есть, он не сказал, пойдем, я тебя зарежу. Он беседовал с ним, он беседовал, мнение его спрашивали. И Аллах, субхану ва-та-Аля, также вложил, альхамдулля, понимание в разум, в сердце Исмаиля, алейсалям, что он не побежал к маме плакать. Смотри, что папа говорит. О, мой папочка. Ифааль мати, умар. Делай то, что Аллах тебе приказал. Иншаллах ты меня застанешь из терпеливых людей. Дальше мы знаем эту историю, то, что нож не зарезал, но до сего лишь людей мы читаем эту историю. Это было до нашей эры. Это только умматы он кадхалят, Аллах в Коране говорит. Это была другая община. Мы до сих пор читаем эту историю в Коране о Ибрагиме Исмаиле. Наряду с этим сын Нуха, алейсалям. В Нуха, алейсалям, были Сям, Хам, Яфис. Говорят, что этого сына звали Кинан, но это слабое мнение. Вот это четвертый ребенок, сын, который ослушался Нуха, алейсалям, взял Аллах, субхану, в Коране. О, сыночек, садись с нами на корабль, на ковчег. Он что сказал? Нет, пап, я заберусь на гору, она меня спасет от воды. То есть, когда Аллах, Субхану, сказал, что послал, будет дождь с обильной лицами, все Аллах, Субхану, уничтожит, все затопит. И тогда запугался своего сына, сказал, садись с нами, прыгай с нами. То есть, там Ибраим, алейсалям, своего сына, призывал к уничтожению. То есть, призывал его, чтобы привезти жертву. А здесь он призывал, чтобы спастись. На что сказал? Я заберусь на гору, спасет меня от воды. Аллах, Субхану, говорит, к Зенуху, алейсалям, обрисовался к сыну, сказал, сынок, тебя никто сегодня не спасет от наказания Аллаха. Только тех спасет, кого Аллах, Субхану, помилует. То есть, те, кто будут на ковчеге, кто будут на корабле. И Аллах, Субхану, говорит, Субхану, их разделила волна, и Аллах утопил его сына. Некоторые муфассеры подходят из того, что Аллах предопределил. Но, однако, обращение Ибраима отличается от обращения Нуха, алейсалям. Ибраим, алейсалям, сказал, как ты на это смотришь? А Нуха, алейсалям, не сказал своему сыну, как ты на это смотришь? Он что ему приказал? Сказал, садись вместе с нами. Садись вместе с нами на ковчег. Даже в тех вещах, чех Руслан, здесь он приказал ему спастись. А здесь он советовался именно в вопросе относительно не спасти, а уничтожению призывал. Но, однако, ученые, муфассеры некоторые говорят, вот это и есть изюминка того общения отца с сыном. Здесь он советуется, здесь он услышит тоже его мнение, а здесь он не хочет слышать его мнение, просто говорит, садись и все. И он его не послушал. И на сегодняшний день мы, Субханаллах, этот его сын наказан, Сын Нуха, алейсалям, он будет наказан. Аллаху, алейсалям, он был незаверующим. И это сын пророка, и это сын пророка. Обращение было разное, итоги тоже разные. И, альхамдуллах, на сегодняшний день мы эту сунну, эту проходим, Ибрахима, Исмаила, алейсалям. Настолько пронзительные истории и сравнения. Это просто, это еще нужно осознать, переварить, как бы распределить в своем сознании. Я бы вас попросил, когда вы рассказывали об этих историях, прям прострелила мысль сознания. Давайте следующий эфир посвятим вот чему. Есть огромное количество мусульманских семей, которые потеряли своих детей. В каком плане потеряли? Они ушли из-под влияния родителей. Отказались от религии. Сказали, я не буду соблюдать. Или ушли в другие секты какие-то, допустим. Приняли другие поклонения, которые не приняты в исламе. Не придерживаются строго суннизма, куда-то ушли. Или вообще ушли в атеизм отрицалого. Или, допустим, когда сын призывает родителей, родители идут в отказ. Вот как в этом случае быть? Потерянные дети и потерянные родители. Как нам взаимодействовать с ними, чтобы хоть какой-то шанс получить на их возвращение? Давайте начало следующий эфир вот этому посвятим, дорогой Хазат. Это очень токая работа. Отдельно еще раз благодарю за это сравнение двух видов пророческого наставления и воспитания. До скорой встречи. Салат Кусал обережется нас. Салат Кусал